привет дорогие друзья сегодня у нас плов со свининкой на кастре в казани вот такие стейки на решеточке вот такая красота овощный салатик и пирожки лук с яйцом ну давайте приступим а сначала я передам привет ольга сгибнева галя жукова передаю вам огромный привет привет аденчика привет девчонки ну давайте приступим свежачок это бомба девчонки пацанчики какой запах вау вау салатик салатик огурчики помидорчики с грядочки попробуем ну ничего так мягенько остывает только быстро зараза ну суховатенькие потому что это задок сегодня я в этом видео расскажу я как познакомился со своей любимой женой это было три года назад я спасает там все знакомился отбегал девок выбирал покрасивее поумнее и так далее у девок много было ну все какие-то вроде изначально ничего а потом то это не так то не так то шубу надо и то это надо то то надо то что то это не устраивает и так далее и тут подвернулась мне женька моя женечка пишет мне а просто написала привет но я тоже там написал короче как дела привет ну короче так познакомились приехала я она жила неподалеку тут в ленёво отыскать тема это где-то 30-20 километров вот договорились кофе попить приехали увидел я ее конечно живую вот ну а по телефону мы короче долго не общались наверно может недельку и тут как-то вот начал взрослые люди чё мозга компенсировать вот решили побыстрее встретиться увидеть вот попили кофе пообщались не понравилось вот ну короче до сих пор пьем кофе уже третий год вот так вот ну хорошая мне девчонка досталась хозяйственная даже беременная когда у меня была грядки полола не поверите вот стоит в позе наказания и грядки полит я говорю женя женя и так тяжело тебе ты чё пузо мешает она дорогой а кто будет делать ну и короче все грядки перри полола и огурцы мне засолила на зиму сколько банок 30 наверное 40 трехлитровых вот ну я половины и съел их я огурцы очень сильно люблю соленые а тут еще и горка родился и горка тоже весь в папку на курцы наяривают за милый мой только хруст стоит но раз такое дело ребятки сегодня у моего сына год и четыре как он родился год и четыре месяца вот выпью за сыночкина здоровьица с нами вот такая снова топовая водочка беленькая самая топовая самая лучшая которая пьет денчик ребята если денчик пьет водку значит она топовая я водки разбираюсь поверьте мне ребята так ну чё давайте дорогие подписчики давайте будем за сыночка огонь вы не знаю чем закусить ребята через камеру плохо видно вот они ребятки вот они вот такая красота ну чё чё хвалиться не буду но полов у меня вкусно получается жена в восторге и в гости много раз приезжали вот всегда хвалят мой плов денчик у тебя плов огонь я когда готовлю я к этому отношусь всегда с душой вкладываю душу стараюсь чтобы все это было вкусненько все было идеальненько не знаю кого для кого еда для меня это это какое-то счастье это эмоции вот как ты покушаешь такое будет у тебя настроение если ты пришел с работы да физически работал целый день и у тебя просто доширак ну где у тебя будет настроение а если ты пришел с работы и у тебя там салатик котлетки или шашлычок или пловчик и пузыречек стоит жена на стол накрыла представьте какое настроение будет у вас прекрасное офигенно и вот и готовлю вот так вот всегда с душой с праздником так вот всегда праздник на душе вот когда я кушать готовлю но я люблю это готовить мне нравится мне по душе хотя мне говорили знакомые друзья почему ты не пошел поваром работать может быть сейчас я отучился поднялся там свой ресторан или кафе открыл не важно чем не не знаю хобби и работа это разные вещи готовить я люблю но работать это представьте это целый день каждый день вот этот нарезка готовка жарко парка это все у плиты стоять у огня там так далее это вообще очень на любителя не каждому это понравится это не мое вот так вот чисто приготовить вот да вот мне нравится от души вот прям очень чтобы и гостям друзьям приятно было я прям в восторге от этого когда вот допустим гости у меня и вот я приготовил вот эту вот вкусняшку и они восхищаются им нравится вот это то что вот я приготовил им вкусно и мне это очень приятно слышать давайте ребята давайте выпьем за вкусную еду чтобы вкусно кушать и красиво отдыхать давать будем где-то я кусал вот она но такие специально поджаренные сделал мне все таки надо было вам по поставить сюда включить друзья на как вы думаете почему такой плов коричневый сказать вам секрет я уже рассказывал до этого как я подготовил я изначально когда курдюк обжарю то есть он не жир даст потом закидываю туда крупными кусками лук ну у меня восьмилитровый казан я закидываю сколько туда ну головки две наверно три вот такие здоровые ну короче как среднее яблоко вот такого размера она короче у меня сгорает до такого темно-темно коричневого цвета я лук от этого вытаскиваю и выбрасываю то есть он и свойства свои оставил вкус и цвет то есть жир белый был допустим а стал темный вот плюс от лук то что я пережарил и морковка еще цвет дает морковка если тоже долго обжариваешь тоже дает такой оранжевый цвет скажем так блин цепить нельзя ничего в горле стоит вот и за счет этого если правильно вот эти вот нюансы и пловчик вот такой получается цветом хотя приправа я добавлял чувство вот так для запах обычную самую обычную для пола вот ну вот такие дела так ну ладно короче ребята давайте всем спасибо за просмотр всем пока выпейте за моего сыночка давайте